всем привет дорогие зрители подписчики а также гости моего канала сегодня 22 декабря 2021 года я сегодня хочу рассказать о влиянии температуры на жизнь и развитие виноградного растения весной при достижении на глубине почвы 40 50 сантиметров температурных показателей плюс 8 плюс 9 градусов виноградного растения начинается фаза вегетации в этот период при достаточной влажности почвы виноградный корни начинает активно работать и мы можем наблюдать это явление как у надземной части виноградного растения в местах среза также в поломках начинает выделяться активно пасока или по-простому мы это явление называем виноград плачет в другой фазе период цветения и закладки ягод важно чтобы температура окружающей среды было минимально плюс 15 плюс 16 градусов в этот же период на почках виноградного растения идет закладка зачатка в соцветии на урожай будущего то есть следующего года оптимальным считается в эту фазу температурные показатели такие как плюс 20 плюс 22 градуса а температура плюс 35 плюс 40 и выше пагубно влияет на рост и развитие виноградного растения замедляется винограда рост побегов также наблюдается ожоги соцветий листьев также ягод на виноградное растение не только влияет положительной температуры также и оказывает влияние отрицательной температуры морозоустойчивость винограда это генетическое свойство виноградного растения противостоять воздействию низких температур у каждого сорта она своя зачастую эти показатели указываются в описании и характеристиках сорта но кроме морозоустойчивости есть еще такое понятие как зимостойкость виноградных кустов зачастую в разности влияния климатических факторов и условий выращивания зимостойкость бывает ниже нежели заявленная морозостойкость виноградных растений на климат мы повлиять никак не можем но в наших силах создать более менее благоприятные условия чтобы виноградное растение имела наилучшую зимостойкость в первую очередь первой половине лета если мы активно подкармливаем азотными удобрениями то во второй половине лета нужно исключить подкормки азотов больше внимания уделять на такие удобрения как фосфор калий так как азот плохо способствует вызревание лозы которые зимний период как часто зачастую не вызревшие лозы плохо перезимовывают и зачастую вымерзают также в течение лета мы должны следить за состоянием листового аппарата так как листья это единственный источник выработки питательных веществ также следить чтобы они не были повреждены насекомыми вредителями зачастую морозостойчивость зимостойкость молодых виноградных растений намного ниже нежели у взрослых плодоносящих кустов это обуславливается тем что у молодых виноградных растений маленький запас древесины соответственно и запаса питательных веществ на климатические факторы которые оказывают влияние на зимостойкость винограда если ранний осенний период внезапно наступает морозы минус 7 и выше то также виноградные почки могут вымерзнуть естественно должно происходить закалка виноградных лоз при небольших отрицательных температурах тогда в зимний период наиболее высокая зимостойкость имеет виноградное растение также пагубно влияет на зимостойкость это продолжительные оттепели в зимний период когда смена положительных и отрицательных температур имеет разницу более 14 и 15 градусов также когда начинается фаза вегетации весной когда начинается сокодвижение в лоза внезапно возвратные заморозки при температуре минус 6 минус 7 градусов уже пагубно влияет на виноградное растение такие побеги могут попросту лопнуть с проводящие пути морозустойчивость органов и тканей у винограда разное известно и установлено что соцветия повреждается при температурных показателях от 0 до минус 1 градуса молодые побеги и листья подвержены гибели при температуре минус 1 минус 3 градуса набухшие почки ранней весной повреждается при температуре минус 3 минус 4 градуса листья и ягоды вымерзает минус 3 минус 5 градусов градусов если заявлено морозоустойчивость у виноградного растения минус 22 градуса то при температурных показателях минус 23 минус 24 градуса погибает более 80 процентов почек однолетние побеги погибает при температуре минус 25 градусов а многолетние рукава минус 30 градусов корни виноградного растения имеет меньшую морозоустойчивость нежели надземные части винограда так европейско-азиатские сорта винограда имеет морозоустойчивость от минус 5 до минус 7 градусов а подвойные американские сорта имеют морозоустойчивость от минус 8 до минус 12 градусов интересный опыт был проведен 1947 году мишуренко александром герасимовичем опыт заключался в том что корни у кустов винограда ковер 5 бб которые находились в естественных условиях в земле при высокой влажности при отсутствии смены дня и ночи которые не имела такую же самую закалку как надземные части винограда при помещении таких участков корней в холодильнике они отмирали при температуре минус 9 градусов однако эти же участки корней которые находились открытыми доступными внешней среде который проходил такую же самую закалку как и надземные части при помещении в холодильник отмирала лишь при температуре минус 14 градусов так что при посадке виноградных растений вы должны учитывать свои климатические условия то есть глубину промерзания грунта таким образом чтобы корни винограда могли выдержать эти температурные показатели ну все что я хотел сегодня рассказать всем пока до новых видео